Украинские пограничники подняли флаги над тремя селами в Харьковской области, которая находится на границе с Россией. Шабельная, Песчаная и Дегтярная сильно пострадали из-за постоянных российских обстрелов. Пограничники бригады гвардии наступления напомнили россиянам, что контролируют территорию, и оккупантам тут не место. По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 79 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Новопавловском направлении, где украинские войска отбили 30 атак, а также на Авдеевском. Там российские оккупанты 16 раз пытались прорвать оборону. На Бахмутском направлении ВСУ отразили 4 штурма, на Ореховском – 5. На Купенском направлении россияне штурмовых действий не вели. Российские оккупанты пытаются усилить атаки на Лиманском направлении. Там за сутки было зафиксировано 5 атак россиян. Это были пехотные штурмы и применение бронетехники. Но украинские военные стойко держат оборону, а на некоторых участках даже перешли в контрнаступление. Российские военные сейчас сконцентрировались на селе Терны. Пытаются его захватить, чтобы выйти на высоты и потом продвигаться на Лиман и дальше. В большинстве случаев армия Российской Федерации применяет тактику мясных штурмов малыми пехотными группами. Они пытаются пройти хотя бы метр, запрыгнуть в какую-то нору. Часто закапываются просто среди трупов их же собратьев. Но иногда могут накопить и ударное ядро бронетехники. Например, несколько дней назад 10 единиц техники в 3 часа ночи пытались прорвать нашу линию обороны. Из них 6 танков были сожжены. Станислав Краснов, командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, в эфире марафона «Едині новини». В последнее время работы много, по сравнению с тем, что было раньше, работы хватает. Ведь враг начал лезть больше. Больше наступлений, штурмов. Но ничего, справляемся. Цели разные бывают, как пехота, так и бронетехника. Что засечем, потому и работаем. Украинские военные также отмечают, что на Авдеевском направлении россияне попытались использовать наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом. Такую технику российская армия бросает в бой крайне редко. Украинские защитники засекли и уничтожили несколько платформ с помощью FPV-дронов. Вместе с тем, на Херсонском направлении интенсивность штурмов россиян снизилась. За прошедшие сутки россияне провели там всего одну безуспешную атаку. Как отмечают эксперты, причиной тому не только ухудшение погоды. Сами оккупанты в этих штурмовых группах слишком демотивированы и деморализованы для того, чтобы проводить мощные штурмы, достаточно эффективные и часто. На направлении Херсонском, там, где в районе Крынок, враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших с блацдарма, тут очень сложная ситуация у них с формированием штурмовых подразделений. Они уже вынуждены подтягивать ресурсы из более глубоких тылов за третьей линии обороны, которые, ну, не должны по их расчетам быть в курсе того, какая ситуация на самом деле с Крынками. Поскольку оттуда не возвращается 60-70% личного состава штурмовых групп. Но, тем не менее, как отмечают эксперты, контрбатарейная борьба между правым и левым берегом постоянно продолжается. Если мы говорим об артиллерийских обстрелах, враг пытается проводить по нескольку штурмовых действий на левом берегу, там, где есть наши блацдармы. Блацдармы стоят, блацдармы удерживаются нашими подразделениями. Собственно, продвижения врага в этом плане нет. Небольшими штурмовыми группами пытается враг атаковать. Технику используют минимально, потому что техника уничтожается силами наших ЭКП-дронов. Враг это знает прекрасно. Еще раз скажу, враг несет потери на левом берегу и отступает. Как сообщает генеральный штаб ВСУ, силы обороны Украины только за минувшие сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину уже превысили 441 тысячу военных. За минувшие сутки также было уничтожено 29 танков россиян, 20 боевых бронемашин, 15 артиллерийских систем и одно средство ПВО.